Моя страница О своих наблюдениях, сделанных мною в жизни И тогда Взяли из моих Рассказов Рассказ про два девятых вагона Это был 1984 год Я, наверное, если позволит режиссер Перейду к микрофону и начну С какого-то Такого рассказа о своей работе О работах своих Сделанных мною в последнее время А потом буду отвечать на вопросы Конечно, я больше Большей части Наших зрителей знаком Как человек чистый эстрадный Но я вам скажу, что с возрастом Приходят разные мысли И мне всегда хотелось В последнее время написать что-то более серьезное В прошлом году я написал сценарий О котором хочу сейчас вам рассказать Сценарий для кино Сценарий называется Неинтригующий Кофточка Начинается, как мне кажется, фильм Со двора новостройки Обычная новостройка Обычный двор Жильцы еще спят Раннее воскресное утро Только мама с мальчиком Во дворе играет в мяч На самодельной хоккейной площадке Смех, радость такая Бабушка выходит Бабушка мальчика выходит На балкон 10 этажа И кричит Одень внучка Дочка Еще прохладно И бросает кофточку С 10 этажа Кофточка планирует на ветру И попадает на верхушку Березы Мальчик сразу плакать Ой, моя кофточка Папа из Венгрии привез Он меня зашибет Мама тоже растеряна Мы по ее одежде видим Что семья не очень богатая И она как бы хочет Эту кофточку Все-таки Сбить с Березы Она берет мяч Кидает его У нее ничего не получается Мы видим по ее движениям Что она последний раз Занималась спортом На ручной физкультуре Такая очень интеллигентная Элитарная женщина В это время подходит к ней Соседский мальчик В костюме индейца В честь Ну, воскресного утра Что ли В такой маскарадном костюме Протягивает ей копье Он чуть постарше ее сына И говорит Попробуйте сбить копье Она бросает копье Копье застревает в ветвях Индейцы тоже вопить начинают Мое копье Меня папа тоже зашибет И Она трясет дерево Чтобы копье вернулось Копье возвращается И бьет по голове индейца Индейцы начинают Орать Что есть мочи Мама На помощь Меня бледнолицые Все-таки зашибли В окошке первого этажа Появляется мама Индейца Такая Савдеповская Мама Лицо сковородой Бигудина сковородой И Она кричит уже своему мужу В квартиру Федор Проснись Скорее во двор Нашего сына Там какая-то халда бьет Они выскакивают И Начинают Просто Ну как Как бы Как бы это сказать Давить на эту интеллигентную женщину Вы посмотрите Что вы с мальчиком сделали Этот Федор говорит Мальчик не шевели глазами Смотрите У него У него же сотрясение мозга С вас 200 долларов Она растеряна Потому что любой Интеллигент Всегда растерян Когда он говорит Со жлобом Он не знает Как себя вести И она так же растеряна В это время Вмешивается дворник Кофточка висит Они мало забыли уже В это время Подходит дворник Который решил Вступиться за эту интеллигентную женщину И говорит Федор Ты мне брось так С интеллигенцией Разговаривать Я тебе не вшив Интеллигент Будешь так себя вести Я тебе как Дам в оба крана Горячую воду На все лето На коленях Приползешь Федор Он говорит А тебе я вообще Давно уделать собирался И они уже Как бы Начинают драться Но в это время Выбегает Отец первого Мальчика Во двор Совсем профессор Окончательный профессор Бесповоротный Интеллигент И Он говорит Да вы что Знаете такой Наивный интеллигент Зачем вы деретесь Перестаньте пожалуйста Ну что вы Я вылечу Вашего ребенка Бесплатно Какие 200 долларов Я Педиатр Федор говорит Кто ты Повтори Он говорит Педиатр Гомеопат Федор говорит Чтоб я доверил Своего сына Голубому И Профессора Прорывает В этот момент Как однажды Прорывает Всегда интеллигентного Человека И зарплату ему Не платит И оскорбляет В автобусе Интеллигентном У нас Единственная страна Где оскорбляют Словом интеллигентном И зарплату Не платит И действительно Ничтожество В современной России И он говорит Дворнику Держи его Берет лопату Пытается ударить Этого Федора Жена Федора В это время Бежит Стучит в окошко Первого этажа Кричит Василий Василий Проснись На помощь Федора бьют А то забьют Насмерть Он тебе долг Не вернет Да И сына захвати Он ему тоже должен Выбегают Двое становятся На защиту Федора На защиту Дворника Еще трое жильцов Выбежало стало Кто-то решил Из Зевак разнять По-нашенски По-россейски Разнять Знаете Трубу выловал Кричит Разойдись А то всем бошки подшибают И толпа Зевак стоит Каратисты вернулись С разминки Говорят То была разминка Теперь будет тренировка Стоят два милиционера Говорят Пойдем отсюда Калюня Что-то тут Неспокойно становится Уходят в пивар Откуда наблюдают За всем Зеваки собрались Новые участвующие В драке Зеваки обсуждают С чего все началось Спрашивает один Второй говорит Кто такому должен Тысячу долларов Знаете У нас всегда есть человек Который точно знает Что произошло И говорит Всегда уверенно Третий кричит Негодяй Ельцин Такую страну распустил Четвертый кричит Заврался Мусорник кричит Не смейте трогать Ельцина Уже митинг начинается С мусорника Ельцин святой Он демократ Я тоже демократ Я за демократию Любого натяну По самые помидоры На балконах Собираются люди Выходят на балкон люди Заспанные Окурки Майки Татуировки Смотрят на все это действие Которое разворачивается Как в театре На одном из балконов Сидит на одном из балконов Еврейская семья И пожилой еврей Гладит Внучка Смотрит на драку И говорит своей жене Софа Позвони Мойше Пускай подъедет сюда Со своим квасом Они все скоро Захотят пить Только предупреди сразу 10 процентов Наших комиссионных За идею И особенно мне Извините Сам себя не похвалишь Понятно Продолжение Особенно мне нравится Наверное Следующая фраза Он говорит А ты внучок Помни Когда дураки дерутся Умные должны делать деньги Это первая заповедь Твоего дедушки Моисея На другом балконе Наш русский поп Не сочтите меня русофобом Такой современный поп Знаете Борода лопатой Огромного роста Джинсы У него сотовый телефон Прямая связь с богом Сотовый И ему бог на пейджер скидывает И он живет у меня С двумя фотомоделями Сестра Анастасия Сестра Варвара И Он выходит на Поп на Балкон Увидел драку Потянулся Зевнул Говорит Пойду образу Блюбиться Сестра Анастасия Спрашивает Какую рясу надевать будете Батюшка Он говорит Подай от кардена Праздничную А крест Подай от Версатию Он говорит Народец у нас оголтел И авось пригодится Он потом зашиб Этим крестом двух Там в этой драке Бывший кгбист Поливает цветочки На балконе Такой зорко За всем наблюдает Бывший Подстрижен под каре Как в Советском Союзе Был Наблюдает за всем Что творится Поливает цветочки Поет наша служба И опасна И трудна В это время Подъезжает Под его балкон Мерседес бизнесмена Он так посмотрел Нет никого И горшочек туда Хоп с цветочком На Мерседесик И на первый взгляд Как будто не видна Из Мерседеса Секьюрити Знаете Это ребята У которых даже уши накачаны Это Глазки маленькие Как мозг Вот Зато шея Диаметром с голову Это у самых умных Естественно И Они выскакивают оттуда И кричат Кто это сделал Кгбист Бывший говорит Я видел на крыше Лицо кавказской национальности Начинается погром Кавказских киосков В конце концов Кавказцы Ковточка бесит Начинается погром Кавказских киосков Вся драка Перемещается на погром Потому что русские Если кого бить Они всегда объединяются Даже те кто дрались На мой взгляд Кавказцы разбегаются Звонят себе в АУ Говорят Нас тут бизнеса лишили Вы там русским врежьте На Кавказе Как следует И едут боевики И взрывают нефтепровод На Кавказе Поползла гусеница танка Пошла пехота Вмешивается Америка Америка главная страна земли Она всем должна руководить Ну чем заканчивается Эта веселенькая пьеса Вы понимаете На земле никого и ничего Черненький дворик Обуглившаяся кофточка На черненькой березе Вот такая веселенькая пьеса Прилетают два аиста Садятся на кофточку Готовы предсказать Зарождение новой жизни на земле Мои знакомые Мне знаете что говорили Не пиши а это все Потому что твои шутки сбываются Право мне однажды пришла записка А не хотели бы вы когда-нибудь Написать что-нибудь положительное Для нашей страны Может быть сбудется Я храню эту записку Она безусловно очень умная Уважаемые зрители Надо начинать непосредственно нашу встречу Я начну отвечать на записки Есть ли они есть И отвечать на вопросы Поэтому я меняю место моего присутствия И жду от вас вопросов У нас должна быть комнатная атмосфера А не эстрадная Это во многом зависит от вас Видякина Анна художник Михаил Скажите пожалуйста Есть такое выражение Загадочная русская натура А как по-вашему На самом деле у русских Загадочная душа Действительно мы отличаемся И когда говорят загадочная Загадочная для иностранцев На мой взгляд Они очень рациональные На западе Вот у замечательного философа Зиновьева есть такое выражение Западнизм Он как бы не расценит капитализм Социализм Он называет западнизм Я это понимаю Как жизнь по некой формуле Жизнь таких биороботов А русский человек Отличается тем Что он гораздо больше чувствует На мой взгляд Я высказываю свою точку зрения В нас заложено Гораздо больше энергии И чувства И примеров я могу приводить масса Даже в русском языке Заложено больше чувства Вы замечали что Ну допустим строчка Ты еще жива моя старушка Есенинская Практически нельзя Перевести на английский Потому что слова жива Такого одного слова В английском нет Есть слово Или жива или мертвая То есть Западнизм Это жизнь туловища Вот ты или жива или мертвая У нас жившая Отжившая Пережившая Недожившая Отживающая Недопереотживающая То есть мы можем образовывать слова Согласно нюансам наших переживаний Это все иностранцам Абсолютно непонятно Засандалить Вы не переведете Ни на один язык мира Потому что От слова сандаль В английском Нельзя образовать слово засандалить А у нас можно засандалить Можно от сандалить Там допустим Да И у нас даже дети Я привожу этот пример в концерте Даже дети говорят образно Они приходят Например звонят друг другу Говорят У тебя шнурки в стакане Вот Это родители дома Если вы у западного человека Спросите У тебя шнурки в стакане Он пойдет Заглянет в стакан И Мы Не вычисляемы для запада Но в этом Наша грандиозная Я вообще считаю Что запад ненавидит русских за это Потому что он не может понять нас Не может понять И безумно завидуют Потому что они закодированные А мы еще нет И если возрождение На мой взгляд начнется Оно с России начнется С нашего числа Лешника Наталья Студентка Так или иначе Мы сейчас пытаемся равняться на Америку Как по вашему Хорошо ли это Не теряем ли мы свое Исконно русское Спасибо Ну как же вам сказать Это покороче Я Когда езжу по стране Я с одной стороны Безумно переживаю Когда вижу надписи На английском языке Потому что я совершенно не понимаю Зачем в России Надписи на английском языке Шоп Фуд Хот Дог Старики говорят Мы не знаем где что купить Старушка стоит Считает Шоп Шоп Говорит Шоп Вы сдохли И И Вот это Она от народа Правильно выразилась Страна сошла с ума Русские люди Все время говорят Окей No problem Причем до того довели Что я на большаке В Сибири Видел двух старух В деревне Дайте договорить Они шли по большаку Одна другая говорит Иисус воскресе Фроловна Так говорит Окей Никитишна И Причем это Это унизительно Для русских людей Вот на мой взгляд Но у нас есть свои Русские Красивые Нормальные слова Право наш человек Мне во многом Милее Американцы Никогда На дорогах Фарами Не сигналят Что за кустом Полиция Вот Потому что Ты превышаешь скорость Тебя должны арестовать У нас Как-то Каждый солидарен Против властей С другим Вот тебе Мент поганый Чтобы ты никого Никого То есть Право Вот и вам Это милее Американские фильмы Вот сейчас Сейчас формулирую Это фильмы Снятые по первой Сигнальной системе Рефлексов Павлова АПЛОДИСМЕНТЫ То есть То есть Стрельнул в воздух Ягодицу показал Слюна пошла И Смотрите Все больше русских людей Во всех городах Приходят ларьки И спрашивают А русских фильмов нет Или советских Потому что Они другие Американцы Не могут смотреть наши фильмы Им не интересно это Они не могут смотреть Никиту Михалкова Они не могут смотреть Фильмы Рязанова Скажем Вот Ну Самый такой Банальный привет С Лежким паром Они не понимают Там нет гонок Нет стрельбы Нефтяная вышка Им же надо Чтобы в конце Бала нефтяная вышка Поцарапала слегка героя Там Помешала Прощальному поцелую Шварценеггера Потому что Об челюсть ударилась И переломилась И Мы другой культурой воспитаны Да Мы заходим в американские парадные Живут замечательные люди Аккуратненькие К нам в парадную зайдешь Варвары живут Но с нашим человеком Разговоришься Интересный человек С американцем Разговоришься Варвар Вы знаете Я знал Мне один американец Доказывал Что Наполеона Разгромили американцы Не все понимают Ну не важно Причем я даже С ним спорить не стал Я сказал Причем вы это сделали На своей территории Вот И он тоже со мной не спорил Я там ему еще что-то Наговорил Мол Была зима Вы так Наполеона гнали По ледовитому океану В Париж И партизаны Выбегали белорусские Из-за айсбергов И он даже не улыбнулся Они же патриоты Они там Они Они создали общество Большевиков Мы от большевизма Одного ушли Нас хотят под другой Положить Советской власти Большевизм Для меня не есть Тождество Мою маму Когда ей было Девять лет Вели на расстрел Потому что Дедушка был Офицером И большевики Кричали Пустить в расход Спасли Солдаты Потому что Дедушка Никогда не обижал Солдат Будучи офицером И они выручили Но вот эта Ненависть к толпе Генетически Передалась мне Видимо И я большевистского мышления Не люблю Потому что Толпа безусловно Агрессивна Американцы создали Общество большевиков У них всегда в конце Прав Губернатор Тильма У нас секретарь обкома Был прав в свое время Они носят флаги На всех местах Они пьют за родину Всерьез Знаете Представляете нашего Который заводит Другого Говорит Пока жена не видит Давай за родину выпьем Наш человек Живее По уму Значительно И поэтому Когда Нас хотят положить Под американцев У меня все протестует С одной стороны С другой стороны Понимаю Что этого никогда не произойдет Потому что Нам все равно Будут нравиться Наши фильмы И я считаю Что сейчас должно быть Как можно больше американского Вот этой Все мерзопакости Которую Выплеснули Американцы На весь мир Они пытаются И нас Утопить в этом Вот Чем больше Этого будет Тем быстрее Мы Уйдем от этого Уйдем Душою Отвергнув Это все Поэтому я не сторонник Таких мер Как Старые партийные работники Говорят Запретить Наоборот Выплеснуть Отвергнем Я проехал по России Очень много симпатичных людей И очень много Отвергающих А главное Хохочут в зале Когда я об этом говорю Значит согласны Михаил Николаевич Здравствуйте Здравствуйте Зовут меня Вит Я домохозяйка Скажите Мне вспоминается Что во времена Советской власти Вы очень многого Не понимали Ну не понимали А как у вас сейчас С этим обстоят дела Разобрались? Советской власти нет А я не понимаю Еще больше Спасибо Пример что ли привести Как-то вы быстро Согласились с ответом Ну а правда Много Много парадоксального Вот например На артистов Набросились с налогами На Станкевича Что он взял 10 тысяч Бедный Станкевич Это такие крохи По сравнению с теми Кто у власти И я не Вот тоже нашли Козла отпущения А Киркоров Который налог не заплатил В прошлом году Вы понимаете Что в Чечне Украли 300 триллионов Нам Ельцин жаловался Нам Жаловался Что его чиновники Украли Они все время Нам жалуются Сами Они на себя Жалуются И 300 триллионов Украли В Чечне Это что Все эти деньги Должна возместить Всероссийская зайка Вот То есть К нему одному Придрались Воруют Все Этот один Виноват Оказался Разве можно Это вообще Все Понять А то что Белый дом Называется Белым домом Дом правительства В России Разве не стыдно Я в Вашингтоне Был Нет Кремля Единственное Что Мне понятно Что журналисты Сокращенно Белый дом Называют БД Вот А этот Чудный Пример Ельцин Пугал нас Говорит Надо бороться С преступностью Он страшное Лицо делает Когда говорит Уй Причем Соберет Чиновников Своих Подчиненных Соберет Депутатов И говорит Надо бороться Преступности Бизнесменов Я не понимаю Зачем он Преступников Собирает И им Это говорит А те Так нагло Сидят А те А те Сидят И головой Кивают Заметили Мол Да Борис Борис Ты Борис Ты Борис Давай И это Все Видно А что Касается Премьера Я между прочим Забыл о чем Вы меня Спросили Но Я увлекся Но Я обожаю Рассказывать Своё мнение О наших Политиках Поэтому Если будут Вопросы Давайте Задавайте Я буду Отвечать А Не понимаю Скажите Я отвечу На ваш вопрос А потом Если будут Вопросы Про политиков Я буду Свои отношения Сказывать Вот Двое Несли Коробку С пятьюстами Тысячами Долларов Двое Несли Да Я даже Встану Для убедительности Объясните Есть грамотные Юридические люди Ну Кто-нибудь Есть Юрист Есть Что же Вы так Зажались Все Дайте Поиграть С залами Юрист Вы Юрист Да Юрист Я нотариус Ну Юрист А Нотариус Вы Можете Вы Вы могли Заверить Это Значит Скажите Мне Вот Объясните Мне А вопрос Можно Я сейчас Да Вот Объясните Мне Два Человека Несли Коробку С пятьюстами Тысячами Долларов В белом доме Помните Помню Их взяли С коробкой А потом отпустили Нет улик Нет улик и все А прокурор Нам жалуется Нам тоже Заметили Прокурор Вообще Вообще У нас Очень Мягкий Он нам Все время Говорит Преступники Не оставляют Достаточно Улик Он нам Жалуется То есть Такие Нехорошие Преступники Пошли Я вам должен Сказать Раньше Нормальные Были А теперь Безобразие А те Двое Говорят Что несли Не наша Коробка Ну и все Дали Поносить Знаете Какой-то Дядька Незнакомый Подошел Говорит Не хотите Поносить По Белому Дому Коробку С пятьюстами Тысячами Долларов Вы понимаете Это Зал Это не Понимает Так же Как и я Михаил Николаевич Вот Как раз К этому вопросу Воровство У нас уже Стало Нормой Воры Уже Не считают Преступником А еще Говорят О воровстве Как о сути Славянской Натуры Вот у меня Вопрос Есть ли у вас Какие-нибудь Суждения По этому Поводу Ну я бы Не отождествлял Воровство Славянской Натурой Итальянцы Тоже Говорят Как мы Руками Думают Где бы Украсть И В этом Мы похожи Со многими Странами Мира Со многими Народами Мира Но Вопроса Вашего Я не понял Как и Правда Не понял Славянская Натура Украсть Я бы Не отождествлял Нас Поставили В такое Положение Что мы Иначе Не можем Жить И Как говорит Наш народ Слово Народ Теперь модное Мы О человеке Забываем Так вот Как говорит Народ Мы Не воруем Мы Возмещаем Убытки Нанесенные Нам Государство Гришна Галина Учитель У вас Достаточно Резкое Отношение К церкви К священнослужителю Почему Ходите ли вы В церковь И вообще Вы верующий Человек Вы знаете Я отвечу Вопрос Почти Интимный Ну так Нехорошо Говорить Но он Очень Личный Вот так Да И Я человек Верующий Безусловно Но Я однажды Написал В аргументах И фактах Я не религиозный Я для себя Разделяю Понятие Религии И церкви И ходить В церковь И просить Господа Дать мне Возможность Хорошие деньги Заработать В новом году Я не могу Потому что Это 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 не вера Я в этом смысле Толстовец Я веру В чистом виде Воспринимаю Правда Я вульгарно Выражаю Сейчас И Я Церковь Аппарат Я вам скажу Что Коммунизм Красив на бумаге И вера Замечательная Но существует Аппарат Аппарат Может все Угробить Любую идею Я хочу быть Один Со своей верой Наедине Мне посредник С Богом Не нужен У меня вопрос Такого порядка Вы никогда Не имели Никакое отношение К комитету Госбезопасности А что Хотите честный ответ Имел Имел отношение Я руководил театром В клубе Зержинского В свое время Когда я Закончил И ничего смешного У меня все артисты Были со званиями И Мне Ширвин говорит Да В отличие от нашего театра У тебя все со званиями Действительно Была молодежь И ребята Были очень живые Я закончил К тому времени Уже работать В Московском Авиационном институте А мы часто Выступали Самодеятельным коллективом В клубе Зержинского Это был Клуб на Лубянке И Я никогда не забуду Как первый раз Нас пригласили А я был и директор И режиссер Театра МАИ И мне позвонили И говорят Мы с Лубянки Звоним Я говорю Очень приятно И там пауза наступила Потому что Ну такого никто им не говорил Никогда В то время А я сам От растерянности Сказал И Мне говорят Можете выступить А я их спрашиваю Мы можем Приехать театром И задаю вопрос А у вас микрофоны Есть? Пауза Затянулась И он был с юмором Он говорит Чего-чего А этого добра У нас навало Меня зовут Светлана Ланшакова Я участница Этого агиттеатра О господи Да Вы помните Когда были репетиции То когда мы забывали текст Мы все время Закатывали глаза К потолку Вы помните Что вы тогда кричали нам Я кричал? Да Ну Не помните? Нет Вы все время кричали нам Это что за третий класс Дебильной школы? Мы тогда Очень верили вам Мы очень верили Мы никак не задавали вам Никаких вопросов Абсолютно Да Этот вопрос остался Михаил Николаевич Объясните Почему третий класс Почему дебильной школы? Так интересно Хороший эпизод Вообще интересный Это значит Я Что? На КГБистов кричал? Вот наши отношения с КГБ Ира Третьмина Журналист Вы не раз в прессе Достаточно нелестно Они нелестно отзывались О журналистах У вас даже термин такой Есть Журналюшки А почему? Журналюшка 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 Именно журналюшка В Самаре Нет, не в Самаре Извините Я могу обидеть В каком-то городе На гастроли И первый вопрос задает Какими венерическими заболеваниями Вы болели? Простите за подробность Она вся сама в хотимчиках И Я ей говорю Я уже вылечился Берите интервью Нормально Она написала в газете Задорнов Утверждает Что он вылечился От всех венерических заболеваний Ну, мы можем смеяться Но люди же читают это все И про нас врут все время Кобзон молодец Я не знаю Говорил я об этом по телевидению Вот его какая-то оклеветала Журналюшка И потому что это не журналистка Кобзон у нее отсудил Два миллиона рублей И Довольный Он мне сам говорил Я отыграл процесс Затратил 10 тысяч долларов Ну выиграл Он мне говорил Вот надо Надо Этих журналюшек Вот Знаете Очень много этих журналистов Как Акашвили Я их называю Или Как Ашвили Я не знаю Ну это так Символ Это не конкретная фамилия И Который все время Старается мерзопакость Какую-то найти Про Никиту Михалкова Написали Что он слизывал Никиту мне рассказывал Никита Сергеевич Он рассказывал Что про него написали в газете Что он слизывал торт со стены У Пугачевой На дне рождения Он вообще не был на этом дне рождения А какая-то газета перепечатала Написала не со стены А со спины У Пугачевой И Там Про Жванецкого Написали Что он Измайлов И Надежда Бабкина Танцевали стриптиз На нудистском пляже Острова Лесбос Я понимаю Что картинка чудная Но во-первых Как можно на нудистском пляже Танцевать стриптиз Начнем с этого Да Они одевались что ли И Про меня написали Однажды в газете Что Борис Николаевич Ельцин Дал мне Собственность Палата князей Долгоруки Во-первых Не мне А фонду В котором я работал Во-вторых Не в собственности В аренду В-третьих Это в московском газовольце было Значит Фонду В котором я работал Не в собственности В аренду Не князей А бояр Не Долгоруких От Рейкуровых И не дал А собирался дать Как я могу Относиться К той массе Сегодняшних Журналистов Которым В принципе Не должен быть Дан доступ До средств Массовой информации Настя Тихановская Я артистка цирка В одном интервью Я слышала Вы как-то сказали Что с легкостью Можете сесть на шпагат Я не знаю Сможете вы это показать Но может вы еще расскажете Что вы еще умеете делать Из нашей профессии Артистов цирка Или это опять Журналисты Во-первых Журналисты Потому что слово С легкостью Я не говорил Во-вторых Я говорил Что я это раньше делал Поэтому Я А я не говорил Я в брюках это делал Или нет Они не написали До какой степени Я сяду Вот Брюки мешают Вот успех настоящий Идите сюда Идите Пирамиду делать будем Вы какая артистка цирка Акробат Акробат Да Вообще Да Похоже Да Совсем Я дурью будем маяться Да А вы повторяйте за мной Сможем вместе У вас ничего не упадет? Да нет Вроде не должно А что вы сразу Акробат Акробат Идем сюда Кофта подвернем Там есть что-то? Что-то есть Кто дальше? Давайте Идем поклонимся Мы исполнили Спасибо По-моему На этом надо Заканчивать Нашу встречу Уже ничего Более серьезного Я вам исполнить Не смогу Инспектор Паспортной службы Ужас Марина Марина? Да Вот Вы так часто Рассуждаете О политике Все ваши монологи Так или иначе Касаются Этой темы А почему вы Сами не уйдете В политику? У меня еще Способности есть Спасибо У нас ведь кто Пошел в комсомол В профсоюз И в партию Те у кого не было У кого были способности К искусству Пошли в искусство К медицине В медицину А у кого никаких Те пошли туда Так и сегодня В политику идут В принципе Те у кого нет Возможности И способности На что-то другое Самовыражение Они идут В общем Заниматься грязным делом Ну Они обидятся на меня Вообще После этой передачи Мне уезжать надо И Слава богу Только что Телевидение вырезает Это все Кто еще Давайте быстро Елисеев Алексей Работник милиции Вы так Вы так часто И не всегда лестно Говорите о политике И о политиках Что Не больно Напрашивается вопрос А в ваш адрес Когда-нибудь Были угрозы? Вы знаете что Я об этом Вообще не думаю Это их проблемы Я не думаю Что я для них Что-то значу Я не наступаю На их деньги Они сводят счеты Только с теми Кто хочет Затобрать их деньги Остальное Для них не интересно У них такие деньги Как мне в записка Недавно пришла Хочешь Чтобы тебя Не посадили Воруй по-крупному Это очень Это не столь смешно Сколь умно И И поэтому Я для них Не имею никакого значения А что вы аплодируете Тому что я не имею значения Обрадовались Вообще хорошо конечно Вот у меня есть Одно В вашу копилку А другое будет вопрос В вашу копилку В Америке Я тоже часто там бывал Лекции читал Значит Мне рассказывает Наша русская женщина Почти со слезами Она вышла замуж За американца Наступил Новый год Они встретили Новый год В американской семье У родителей Его жены Было все очень хорошо Прекрасно Замечательно Через несколько дней Они получают счет Насколько они съели Ужас А? Ужас Что-то по-моему За гранью Вот Ну это только так Заметка Вам может пригодиться И вы из этого Что-нибудь сочините А теперь вопрос Когда Кончится Перестройка И начнется Стройка А? Ну ведь Есть вопросы Остроумнее Чем ответы Вот это тот самый случай Когда ответить На это Нечего И я думаю Что в России Это будет Бесконечно Продолжаться Спасибо Миша Здравствуйте А вот и сюрприз Мой декан Тогда мне не надо Представляться Да Ты сейчас Мога Помнишь Все Что мы тебе Давали Только Неконкретный Вопрос Пожалуйста Я не отвечу Дело в том Что На экзаменах Мы обязаны Были спрашивать А сейчас Я прошу Разрешение Задать тебе Вопрос А помнишь Что такое Уравнение Бернули Ура А вот Я вас Изъявлю Что помню Серьезно? Помню Уравнение Бернули Помню Знаете Помните Валентин Владимирович Всегда шутит Мол Почему самолет Летает А крыльями Не машет Так вот Он не машет По уравнению Бернули Правильно? Абсолютно Правильно Тем больше скорость Тем меньше давление Скорость С верхней стороны Крыла Больше Поэтому давление Меньше Как уверенно Отвечает Я так и на экзаменах Отвечал Миша Всесоюзную оценку Ты получил Ты помнишь Что такое Всесоюзная оценка? Какая? Всесоюзная оценка Нет Три Да Удовлетворительно Удовлетворительно Миша Ты помнишь О своих успехах В институте? Только Про какие? Без подвоха Нет Спокойно Без подвоха Ну наверное Какие-то Помню Потому что Счастливые моменты Были Ну а все-таки А вот та форсунка Которую ты сделаешь Она стоит у нас Ааа Вы вот о чем А ты уже забыл? Нет Она например Как музейная редкость Но она есть у нас Правда? Да конечно Валентин Владимирович Это самая моя большая гордость Вот интересно Арканов Это самая маленькая деталька В нашей ракете Пожалуйста Миша А это в ракете было? Я уверен был Что это в самолете Нет-нет Но это я понимаю Я шучу Знаете Вот интересно Устроенный человек Арканов Столько выступал в жизни Имел успех А однажды мне говорит Посмотри Какая книжка у меня И там напечатана Его шахматная партия И у него глаза светились Больше чем Нежели С полной собрания Сочинений его вышло Вот так же Я горжусь Одной работой Сделанный на кафедре Потому что Мы под руководством Профессоров Профессоров Надо так говорить Изобрели форсунку Форсунку И моя фамилия Среди изобретателей есть Эта форсунка Позволяла Впрыскивать топливо В паровой фазе Вы все понимаете? И в паровой фазе В самолет То есть Коэффициент сгора Не увеличивался И экономия топлива была И шлейф не должен был Тянуться такой Не надо переходить На закрытые вещи Большое тебе спасибо Извините Это секрет И Ну все Перехожу тогда Не на закрытые Но главное Мы не могли Замоделировать это Потому что На керосине самолете Я не говорил Ничего И И Мы сделали С моим Руководителем Чудную штуку Это был успех Мы Загнали Брагу И Брага Давала спирт Со скоростью звука Вот Это был первый успех Который пришел Ко мне в Московском Авиационном институте Меня за это уважали За спирт Перегнанный Со скоростью звука Сергей Владимир Семенович Меня как Бывшего военного Офицера запаса Михаил Николаевич Интересует Ваше отношение К чеченской войне Как по вашему Это очень серьезно Как по вашему мнению Это действительно серьезно Почему правительство Прекратило эту войну И как бы Вы решили Эту проблему Если бы были политики Чеченской проблемой Вопросов много Я так отвечу На что смогу Я считаю Что любое решение Принимаемое наверху Принимается Исходя из двух Слагаемых Если можно так сказать Первое Тщеславие президента Второе Желание наворовать Подчиненных его И других Причин Для вынесения Некоторых Вердиктов Не существует Поэтому если война началась Значит это было выгодно А почему она закончилась Потому что стало выгоднее Зарабатывать деньги На восстановление Чечни Чем на войне с ней Я считаю Что это самое большое Преступление Были проданы Русские жизни За то что Люди получили От этого Большие Прибыли И я думаю Я думаю что сегодня Проигрываются Любые Договоры И переговоры Нашей стороной Потому что У всех наших Там есть Интересы И они Очень боятся Эти интересы И поэтому Нам безумно Бывает стыдно Когда мы слышим О результатах Этих переговоров Уважаемый Михаил Николаевич Мы представители Прибалтики Я из Лепаи Мои соседи Рижане Мы очень Очень выражаем Вам большую Благодарность В 29-м Пансионате Где нас Поместили Мы живем В прекрасных Хороших условиях Благодаря Вашей заботе Мы шли Через Благотворительный Фонд Содружество Которое Вы возглавляли Еще раз Низко кланяемся Творческого Долголетия И еще Скажем Спасибо И так Держать Спасибо А я Спасибо Спасибо Я помню Я помню Мы увидели Я вспомнил Я не узнал сразу Вы на сцену пройдите Разрешите Вас поблагодарить От чистого сердца За то Что Вы сделали нам 50 человек Ветеранов Труда Войны Которые Вы помогли Таким трудом Вырваться нам Оттуда В Прибалтики Где очень тяжело Проживают Ветераны Войны А их там Больше 7 тысяч Искренне Вам Благодарим За все Спасибо Я даже знаю Что у Вас Кто-то на ком-то Женился И я даже знаю Что там есть Свои Да Сидит она здесь Это Вы вышли замуж Женя Владимировна Правда Да Уже после переезда Из Латвии Потрясающе Я действительно Возглавлял фонд И мы Старались Сделать что-то Для нашего Старшего поколения Которое В странах Отделившихся От России Попало в тяжелое Очень положение И мне помог Мэр Лужков Но вот интересно Я потом Однажды В зале Сидел Крыжаков И сидел Лужков А я читал Миниатюру Свою одну И Лужков Крыжаков Обиделись И больше Мне мест Не дали Но я же Не за себя Просил Я же просил За других людей Но уже Никакой возможности Не было Потому что Тут я навредил Своему делу Собственной сатирой Я хочу Закончить Стихами Моего любимого Поэта Леонида Филатова Стихи Были написаны 30 лет назад Какая потрясающая Поэтическая Интуиция У Леонида Филатова Сомкните Плотнее Веки И не открывайте Век Прислушайтесь И ответьте Который Сегодня Век В сошедшей С ума Вселенной Как в кухне Среди корыт Нам душно От дексилентов Парламентов И корит Мы все не желаем Верить Что в мире Истреблена Угодная сердцу Ересь По имени Тишина Нас тянет В глухие скверы Подальше от площадей В очищенные От скверны Машин И очередей Быть может Вот этот Гравий Скамеечка И жасмин Последняя Из гарантий Хоть как-то Улучшить мир Неужто же Наши боги Не вправе И не вольны Потребовать От эпохи Мгновения Тишины Коротенького Как выстрел Пронзительного Как крик И сколько Б забытых Истин Открылось Б в этот Миг И сколько Б дам Прекрасных Не переродилось В дур И сколько Б пуль Напрасных Не вылетело Из дул И сколько Б наполеонов Замешкалось Крикнуть Пли И сколько Б опаленных Не рухнуло В ковыли И сколько Б наглых Пешек Не выбилось Из хвоста И сколько Б наших Певчих Сумело Дожить До ста Эти аплодисменты Леониду Филатову И нашей Поэтической А не сатирической Юности Я надеюсь Что когда Нибудь В России Снова Наступят Времена Когда зрители Будут любить Поэтов А не сатириков Аплодисменты 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 Продолжение следует...